Самбо – исконно российское единоборство, которое сформировалось в России около века назад. Оно выбрало в себя все наиболее эффективные приемы и техники как восточной, так и западной борьбы. В наши дни самбо – это признанный во всем мире вид спорта. 7 октября в рамках партпроекта «За самбо» в стенах Центра детского творчества номер 2 прошла открытая тренировка. Проект стартовал недавно «За самбо» совместно с Единой Россией и Российской Федерацией самбо. Он дает нашей стране большой патриотизм нашей молодежи. То, что этот вид спорта является нашим советским, потом российским. Цель открытой тренировки – распространение культуры здорового образа жизни среди населения и популяризация самбо. В рамках мероприятия были продемонстрированы все этапы тренировочного процесса – от разминки до спортивных поединков. Самбо как боевое искусство очередной раз доказало свою гибкость и многогранность. Самбо делится сейчас на множество подразделений. Есть у нас такой вид, как боевой самбо. Его можно, конечно, отнести к ударной технике. Есть спортивный, есть пляжный. То есть самбо разносторонний стал вид спорта. С каждым днем все совершенствуется. Но я считаю, что он не злой вид спорта. То есть он добрый все-таки. Самооборона без оружия. То есть защитить себя без какого-либо оружия. Тем, кто занимается самбо, требуются не только крепкие мышцы. У самбо есть своя собственная философия, направленная на развитие не только физических, но и моральных качеств человека. Занимаюсь самбо очень давно. Я его выбрал, потому что это очень красивый вид спорта. И с помощью него можно постоять за себя не только на улице, за себя, но и за родных. По окончании открытой тренировки все ее участники были награждены памятными призами от партии «Единая Россия». Данное мероприятие подтверждает, что в Мордовии есть люди, которые приняли философию защиты своих близких. Андрей Гаврилин, Сергей Соколов. Народные новости. Продолжение следует...